Если спросить у человека, мало-мальски знающего историю османов, кто был основателем османского государства, то он ответит, что первым султаном был сын Эртугрула Гази Османбей. Однако, все чаще историки, внимательно изучающие османскую историю, говорят о том, что, учитывая заслуги и достижения сына османа, Архана, именно его стоит считать первым султаном османского государства. Но как бы там ни было, мы знаем Архана Гази как сына османа, внука Эртугрула Гази, который после смерти своего отца принял бразды правления вновь образованного османского государства. Но прежде чем мы перейдем с вами к информации, прошу поддержать наш канал лайком. Подпишитесь, если вы еще этого не сделали. И нажмите колокольчик, так вы точно ничего не пропустите. Для наших спонсоров информация с номером карты есть на экране и в описании к ролику. Начнем. Что касается родителей Архана, то не все однозначно по поводу его матери. Одни утверждают, что его родила Малхун Хатун, дочь сельджукского визиря Амербея. Другие говорят, что матерью Архана является Рабия Бала Хатун, дочь мусульманского ученого, шейха Эдибали. Третьи в один голос твердят, что Малхун и Бала – это одно и то же лицо, то есть одна и та же женщина. Просто из-за сложного имени женщины ее часто воспринимают как двух разных людей. Об этом мы говорили в другом нашем видео о личной жизни Османа Гази. Посмотрите, ссылка в описании к этому ролику. Мы же продолжим с вами говорить об Архане, сыне, что доподлинно известно, Османа, впоследствии второго султана Османской империи. Архан был первым сыном Османа. Осман лично занимался его воспитанием и, как результат, Архан был очень похожим на него. Сильный, смелый, умный и справедливый, глубоко верующий в ислам. Еще будучи подростком, Архан уже бывал на поле боя рядом с отцом. Также он часто становился тем человеком, который вел переговоры от имени Османа во дворце султана Сельджукского государства. Очень рано, а именно в 17 лет, Архан женился на дочери Тикфура Нилуфер. Это имя девушка взяла после того, как приняла ислам. От рождения она носила имя Халафира. У Османа было несколько детей, в том числе и мальчики, и девочки. Вторым сыном был Алла-Адин. Он стал ученым, однако, когда Архан занял Османский трон, то забрал Алла-Адина к себе во дворец и сделал его первым в истории Османов великим визирем. Другие сыновья Османа также занимали различные важные посты. Возраст, в котором Архану достался Османский трон после смерти его отца, 35 лет. Перед тем, как я продолжу рассказывать вам историю Архана Гази, хочу отметить заслуги Алла-Адина. Мужчина был очень образован, и изо всех наук, больше всего, ему нравилась юриспруденция. Он вообще очень любил порядок в делах, не терпел никакой расхлябанности. И именно он создал первые законы Османского государства, многие из которых работали почти семь веков. Например, если ранее армия Османов состояла исключительно из добровольцев, где не было каких-то четких правил и разграничений, то с приходом к власти Алла-Адин наладил регулярную армию. Состоящую из пехотинцев, где каждому солдату выдавалось обязательное ежемесячное жалование, он был освобожден от налогов, а головной убор с красного был заменен на белый. Самым великим и самым первым завоеванием Архана стала Бурса. О ней грезил еще его отец Осман Гази. Установив там свои порядки, Архан приказал возвести в Бурсе первую мечеть, которая, между прочим, стоит там и по сей день. Завоевать Бурсу было всей жизни Османа, однако во времена его правления он считал эту задачу довольно трудной, решение которой способно было принести в жертву множество людей. Но когда Архан подошел к стенам этого города, взятие Бурсы оказалось довольно простым делом. Но такая быстрая победа испугала византийцев. И тогда византийский император Андроний Палеолог в 1331 году выступил против Архана Гази и его войск. Сражение, произошедшее в ночь на 11 июня 1329 года у Пеликанон в Вифинии, стало последней попыткой Византии снять Османскую осаду Никеи и хоть как-то стабилизировать свои азиатские границы. Но эта битва была византийцами проиграна. Андроник потерял в битве двух своих сыновей, сам был ранен и бежал. Около восьми тысяч османских солдат в этой битве стали мучениками. Очень интересно события развивались потом. После битвы самопроизвольно сдался Архану и изник. Всем византийским жителям Архан дал время на то, чтобы те, забрав свои пожитки, ушли высвоясь из его земель. Но произошло невиданное. Большая часть людей решили остаться на территории османов. А вдовы погибших византийских солдат просили Архана разрешить им выйти замуж за османских военных. Надо отметить, что изник был очень важным городом для большинства христиан. После его падения, по законам военного времени, Архан преобразовал находящуюся там церковь Святой Софии в мечеть, а монастырь при ней стал первым османским медресе в изнике. Завоевание Архан продолжил и направился к Босфору. Византия стремительно теряла свои земли на Востоке, что послужило подписанию первого в истории мирного договора между османами и Византией. На многие-многие годы вражда двух государств была прекращена и все жили в мире. Честно говоря, не пойму, почему турки еще не сняли сериал про Архана Гази, потому как его история крайне интересна. Пока между османами и византийцами был мир, последним, видимо, стало скучно и они развязали войну внутри страны. Бывший император Андроник, третий палеолог, умер, а опекуном его сына стал визирь Контакузен. И пока его подопечный был слишком юн, визирь узурпировал трон в Византии и стал устанавливать свои порядки. Себе на помощь, чтобы дольше сохранить свою власть, он призвал собственных дочерей, которых разумно выдал замуж. Элени – замуж за молодого императора, а Феодору – замуж за Архана Гази. Со времен как Контакузен в качестве опекуна был коронован на византийский трон. Страну раздирали интриги, коварство и коррупция. И Контакузен всегда нуждался в помощи Архана Гази. Однажды он даже пригласил Архана к себе в гости в Стамбул в качестве зятя. И Архан со своим близким окружением смог наслаждаться видами Константинополя, который на самом деле хотел завоевать еще его отец Осман. Но Контакузен оказался не тем, за кого себя выдавал и задумал вместе с папой римским убить Архана. Когда османский повелитель узнал о проделках своего родственника, он осадил византийские земли на Анатолийском побережье. Потеряв большую часть торговых путей, Византия впала в кому. Это хорошо задокументировано в книге по истории, написанной самим императором Контакузеносом. В то же время Византия попала под еще один удар. На нее напали сербы и болгары. Контакузену ничего не оставалось делать, как попросить Архана о помощи. Однако потом он очень сильно об этом пожалел. Это была возможность для османов, которые хотели проникнуть в Румелию. Сын Архана Гази, Сулейман, возглавил армию на Румелию, победил врагов императора, но из Румелии так и не ушел. Таким образом, началась экспансия османов в Европу. Что ее, разумеется, совсем не обрадовало. К тому моменту у Архана было уже несколько сыновей, среди них Сулейман, Мурат и Халил. Все они воевали на равных со своим отцом на поле боя и были бравыми солдатами. Итак, османская армия воевала по всем направлениям, получая себе во владение все новые и новые земли. Местные жители не противились и не вели партизанскую войну с новыми хозяевами, так как те не покушались на их религию, жизнь и не отнимали их собственность. Более того, османы строили бесплатные столовые, бани и караван-сарай. Там местных жителей всегда ждала бесплатная еда, ночлег и медицинская помощь. Некоторые местные жители даже массово приняли ислам. Брат Архана Алладин умер в 1331 году и его место занял сын султана, Сулейман. Анкара пала под его мечом уже в 1354 году. Но жизнь Сулеймана оборвалась еще при жизни отца Архана. Ему было всего 43 года, и это была гибель на охоте в результате несчастного случая. Архан погрузился в печаль, отрекся от мирской жизни, истощал и сильно болел. Поняв, что дни его сочтены, он пригласил в бурсу сына Мурада и завещал ему трон. Это был 1360 год, Архану было 79 лет. Его похоронили в гробнице рядом с Османом. Архан довольно серьезно расширил земли, которые получил в наследство от своего отца. Население страны было более 3 миллионов человек, 30% из которого были христиане. Для сравнения, в то же время население Англии составило 2 миллиона жителей. Давайте поговорим немного о его личной жизни. Считается, что у Архана было 4 жены. В принципе, как и допустимо положено в исламе, трон после его смерти занял Шахзаде Мурад, который был сыном самой первой жены, дочери Тикфура Нилуфер. Она, кстати, прожила довольно долго, застав при жизни правление своего сына Мурада. И именно ее считают первой в истории османов Валиде Султан. Всего же Нилуфер родила Архану трех сновей. Профессор доктор Экрем Бугра и Кинчи так описывает Архана Гази, цитата, Архан Бей был высоким, с голубыми глазами, каштановой бородой, светлой кожей, большим лбом и широкой грудью. Его орлиный нос является характерной чертой османской династии. В хрониках говорится, что он был добродушным человеком, которого нелегко было разозлить. Говорят, что по этой причине его любили даже христиане. Он был первым, кто использовал слово «султан», которое является эквивалентом арабского слова «король». Говорят, что он очень хорошо относился к ученым и солдатам и был щедрым. Благодаря этим факторам в его время было достигнуто экономическое процветание и было мало бедности. В первый день работы столовой в Изнике он лично раздавал еду бедным. Архан Бей ориентировался на сельджукскую модель государства. Он был султан, и у него был великий визирь. А также при нем служила администрация, с которой он часто проводил беседы на важные политические темы, советовался. В городах у него служили кадии, которые отвечали не только за все юридические вопросы и вели суды, но и выполняли роль что-то типа по-нашему мэра или губернатора. У Архана была собственная серебряная монета, которая несла в себе смысл его мироздания. На одной ее стороне было написано «Архан бин Осман». Бурса, 727 год. Печать племени Каи. На другой стороне были имена четырех халифов и исламская клятва шахады. Писатель Альфонс Делла Мартин сказал это об Архан Бее, цитата. «Подобно Моисею, он умер одной ногой в Азии и одним глазом в Европе. Он был умен, изящен и обладал религиозным величием. Половину своей жизни он провел как героический воин, а половину – как служитель закона». В годы мира между сотнями ученых, родителей, историков и поэтов собранные богатства были потрачены на общественные работы, науку, литературу и распространение ислама. В Анатолии возник новый Багдад. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк и колокольчик, так вы помогаете нам и дальше развивать канал. А если вы хотите стать нашим спонсором, номер карты банка вы видите на экране или найдете его в описании к ролику. Всем добра. Спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok